В Ульяновске, с северной столицы, приехал дирижер Андрей Долгов. Мастер своего дела, обладающий необыкновенной энергетикой и харизмой. Сейчас он репетирует с Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов. Программу «Этнофантазия» – петербургский эксклюзив. Концерт состоится 20 октября. В перерыве между репетициями нам удалось поговорить с дирижером. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вас называют экспериментатором. Вот чем вы удивите ульяновцев? Ну, мне лестно такое название, потому что действительно в том, что я делаю, много эксперимента. Я думаю, что мой эксперимент – это, в первую очередь, репертуар. Потому что я нахожу такие репертуарные ходы, которые зачастую неочевидны и показывают русский оркестр с какой-то новой стороны. Очень часто, в основном после гастролей, на концертах люди приходят, подходят и говорят, ой, а мы не ожидали, что будет такой народный оркестр. Мы думали, что будет то, к чему мы привыкли – репертуар традиционный. Но при этом все говорят, что те эксперименты, которые мы делаем, что они интересны, что мы обязательно придем в следующий раз еще друзей приведем. Поэтому я думаю, что эксперимент хорош тогда, когда его ставят в рамки хорошего вкуса. Для меня вот это очень важно, чтобы не было пошлости, чтобы была искренность и хороший вкус. Это для меня очень важно. Так, вы сказали, удивите репертуаром. Что прозвучит? Ну, если говорить про концерт, который будет 20 октября, можно отнести к эксперименту, например, наш образ Бабы-Яги Мусоргского, который совершенно отчасти таков, как у автора. Но мы утрировали черты. Я вообще считаю, что Мусоргский был первым в истории музыки рокером. Что он рок придумал тогда еще, когда это не было модным. И вот в нашем прочтении Бабы-Яги я постарался усилить эти черты. Но надо сказать, что если говорить про Бабы-Ягу, то это не моя авторская версия. Это авторская версия ансамбля комитета четырех, в котором я играю на балаке «Контрабас». И мы все вместе являемся соавторами. То есть аранжировки создаются в творчестве, в очень плотном союзе. Поэтому отчасти это моя авторская работа. Но так как я еще руковожу оркестром, я постарался привести в Ульяновск оркестровую версию этого же произведения, которое прозвучит. Но это, наверное, будет самый такой смелый эксперимент. Но вообще прозвучит, например, музыка Александра Чайковского. Классика. Александра Чайковского, не Петра Ильича. Потому что Александр Чайковский, профессор Петербургской и Московской консерватории, у него есть опера про Тамерлана. И вот один из номеров будет оттуда. Какие-то небольшие миниатюры. Бессама Муча, Мои Цыплята, Гамбар Гусенли. Прозвучит, например, балканская музыка с замечательным солистом оркестра, с баянистом. И фантазии на татарские темы. С Левом Авдеевым мы сыграем. Я-то Бун с Серегу. Такая слегка приджазованная, тоже изначально фольклорная тема. Вообще, если говорить о ритуаре, то я стараюсь балансировать на трех стыках. Первое – это академическая музыка. Потому что наши инструменты, безусловно, академические. Консерватория, Институт культуры, везде дом Рубалекова преподают. Второе – это, конечно же, фолк. Потому что эти инструменты также относятся к русским национальным инструментам. А третья грань – это эстрада. При том, что я не считаю, например, эстраду легким жанром. Ну, как говорят, типа, легкая музыка. Я считаю, что эстрада – это совершенно не легкая музыка с точки зрения того, что нужно ее уметь играть, уметь артикулировать, чтобы это было убедительно. Чтобы это не было смешно. Ну и вот на этих трех китах я строю репертуар. Академизм, фолк и эстрада. С ульяновским оркестром вы, по-моему, еще даже не играли ни разу. Или встречались? В качестве вот такой работы, именно творческой, я, конечно же, встречаюсь с оркестром в первый раз. В первый раз стою за пульт оркестра дирижерский по приглашению Артема Валерьевича Белова, художественного руководителя и главного дирижера оркестра. По его приглашению это все состоится, этот концерт. Так что вот так вот плотно я работаю в первый раз. Но ульяновский оркестр приезжал к нам осенью прошлой, играл у нас концерт в Санкт-Петербурге. Они показывали Шехеразаду и больше фолка во втором отделении. Это был действительно яркий, запоминающийся концерт. И, в принципе, с Артемом мы на короткой ноге общаемся. Ну, потому что мы находимся в одном деле. Народный оркестр, музыка – это все то дело, которым мы занимаемся. Услышат ли ульяновцы исполнение на балалайке, вот ваше исполнение на балалайке? Ну, я бы сказал, что это будет сюрприз. Но приоткрывая карты, я скажу, что да, один номер будет со мной в качестве солиста. Но это будет не такая балалайка, к которой все привыкли, маленькая балалайка-прима. А более привычный для меня сейчас инструмент балалайка-контрабас. Они отличаются, да? Они отличаются размером и, конечно же, весом, строем и объемом. Балалайка-контрабас – это самая большая балалайка. У нее тоже три струны и три угла, как у любой другой балалайки. Ну, и на ней играют медиатором. И отчасти это что-то похожее, например, на бас-гитару, но без верхней струны, соль. Ну, по строю, я имею в виду. Или на классический контрабас, тоже миль-аре. Мы сыграем такую шуточную вещь. Причем, я надеюсь, что оркестр справится. При этом дирижера не будет. То есть я буду в одном лице и дирижер, и солист. Махну начало, а дальше мы будем уже как ансамбль действовать. Да, интересно послушать. Вы в курсе вообще, что в Ульяновске есть музей балалайки, и у нас налажено производство балалайк? Конечно же, речь идет о известной мануфактуре балалайкер. Я просто снимаю шляпу перед ребятами. Они популяризируют балалайку, делают доступные по цене и хорошие по качеству инструменты. При этом они именно в первую очередь делают балалайки народного строя, которые очень легко взять, выучить простые аппликатурные позиции, которые они называют домик, лесенка, чтобы не думать, какая нота, что куда. А вот просто лесенку поставил, и у тебя аккорд. И вот у нас в Петербурге есть несколько человек, кто преподает народную балалайку. Приходят взрослые люди, говорят, вот услышал, как играют, хочу на вечерках играть, под танцы, под пляску, вот научите. И ребята берут, именно они берут инструменты балалайкера и показывают эту систему, что можно любую песню потом играть под балалайку, а не под гитару, как все привыкли. Но, с другой стороны, еще балалайкеры делают неплохие инструменты, которые можно на начальных этапах музыкальной школе для детей, которые, может быть, только пробуют. Пойдет у них, не пойдет. Тоже взять инструмент, попробовать даже в музыкальных школах с академическим строем. Поэтому ребята делают очень правильное, полезное дело. И здорово, что в Ульяновске есть такая мануфактура. А у вас балалайка? Чье производство? Ваше балалайка? Ну, балалайка, дело в том, что мое образование музыкальное, оно было длительным и разносторонним. Конечно же, в первую очередь, я балалайка прима, маленькая, самая виртуозная из балалайок. Я закончил училище, музыкальную школу, училище, консерваторию, именно по этому инструменту. И в консерватории уже перешел на дирижирование, то есть у меня второй диплом по дирижированию, и потом ассистентуру стажировки Петербургской консерватории, именно как дирижер народного оркестра. Это уже достаточно редкая вещь. Но если говорить о моей балалайке, то это балалайка мастера Михайлова, петербургского, у которого была кличка Корифей, потому что он умудрялся просто на каких-то примитивных инструментах делать музыкальные инструменты просто выдающегося уровня. Когда я менял лады, выяснилось, что лад состоял из пяти кусочков. Ну, вероятно, у него не оставалось материала. Ну, это были, не знаю, 80-90-е годы. Ну, мало ли что было. Но это было сделано настолько идеально, что до того момента, пока я эти лады не стал доставать, не было вообще понятно, что это сделано из кусочков. То есть человек своим мастерством добивался результата великолепного. Это вам балалайка по наследству досталась? Как вообще ваши отношения в семье? У вас часто проходят семейные вечера, вы играете? Бывает такое? Если говорить про семейную историю, то можно сказать, что я дирижер народного оркестра во втором поколении. Потому что мой отец тоже профессиональный дирижер. Он долгое время работал в оркестре «Метелица» вторым дирижером. У него оркестр Санкт-Петербургского литературного университета самодеятельный. И, конечно же, альмаматор, в который я вырос, Санкт-Петербургский лицей, известный как Кикина Палаты. Там у него оркестр трехступенчатый, младший, средний, концертный. Такая система, ей уже более 40 лет. Очень много выпускников оттуда идет, очень хорошего уровня. Но мой отец, он не балалайшник, он баянист. В какой-то момент он уже перестал преподавать инструменты, оставил себе только аранжировку, инструментовку, дирижирование и оркестр. Но в моей семье все были музыкантами. Мама – музыковед, сестра – музыковед, брат – флейтист. Я балалайшник. А почему вы выбрали балалайку? Слушайте, я не очень помню, почему, но каким-то таким образом получилось, что то ли мне сделали, дали мне выбор балалайка или скрипка, и то ли мне скрипка не пошла, ну, а еще потому, что у моего отца был близкий друг, Михаил Михайлович Белавин, который преподавал, собственно, балалайку в той же самой музыкальной школе, и я совершенно не жалею о своем выборе, потому что у меня был великолепный педагог все 90-е годы. Мой базис был в месте, в котором было очень много любви, можно было туда прийти в любое время абсолютно дня, сделать там уроки после школы. Это человек, у которого не было совершенно волос, зато была такая большая, густая, седая борода. Я отлично просто помню у Михаила Михайловича. Ну и дальше, соответственно, вот как в музыкальной школе все начнется, так оно у меня и продолжалось, и в училище, консерватория, и дальше сентура. То есть такая длинная музыкальная жизнь, но я всегда ощущаю поддержку своего отца, потому что он делает для меня инструментовки, он всегда дает положительную критику моих выступлений, что было хорошо, что было не очень. Первый слушатель ваш, да? Да, первый слушатель, и даже вот большие проекты мы делаем, какие-то гастрольные там или все они, большой оркестр. Я всегда очень чутко прислушиваюсь к тому, что он говорит, потому что это действительно, может быть, это не слишком много в этом положительной критики, потому что всегда замечается что-то, что не так. Но это очень важная критика для меня. Вы уже сказали, что вы в квинтете четырех. Вот об этом ансамбле расскажите, вот с которым вы выступаете, да? Когда он появился, как вы попали туда? Как вообще образовался этот ансамбль? Вообще этот ансамбль образовался, когда... Вы еще учились тогда? Да, это, в общем, это студенческий ансамбль получился. Ну, мы с ребятами, Владимир Ковпаев из Сахалина, Георгий Нефедов из Новгорода, Евгений Петров из Питера и Андрей Долгов, мы вместе поступили на один курс в консерваторию. И было очевидно с самого начала, что нужно что-то делать, но когда мы были на втором курсе, был объявлен конкурс, который был объявлен термин-квартетом, и его тогдашним продюсером Ингой Кутянской, которая является продюсером оркестра и сейчас, был объявлен конкурс неформатных ансамблей, так называемый турнир музыкальный терем-кроссовер. Батл. Где не было ограничения по инструментам вообще. Хочешь на виолончере играй, хочешь струнные какие-то, хочешь рояль, хочешь два рояля, цимбалы с роялем. И там было очень много фолклорных коллективов. 70 групп приехало, представляете себе? Три тура. В капелле это все происходило у нас. И мы решили, что надо что-то сделать. Вот вызов, надо собраться. И мы приготовили два музыкальных номера и выступили. И это можно считать, наверное, рождением нашего коллектива. Мы, знаете что? Мы прошли на второй тур. Но нам было нечего играть, потому что мы приготовили только два номера. И коллективы, которые приехали там, кто откуда, там с Сахалина люди приехали, все. Они такие, вы что? Типа, как? Как? Но для нас это был тогда максимальный успех, которого мы могли достичь. И трио Леончика, цимбалисты, они взяли премию зрительских симпатий в итоге. То есть на наше место мы снялись, на наше место встал другой коллектив, он в итоге прошел финал и получил приз зрительских симпатий. Ну и после этого, собственно говоря, жизнь только развивалась. Сейчас это коллектив, ну это все началось в 2009 году, то есть уже 14 лет. Уже много, стаж приличный у нас. Но мы всегда ставим во главу угла качество и неизменность своим принципам. Может быть, поэтому мы не так популярны, как какие-то другие коллективы. Мы всегда очень стремимся быть честными с самим собой. Играть ту музыку, которая именно нам нравится, и в тех обработках, которые мы считаем правильными. Может быть, поэтому этот коллектив никогда не станет государственным, потому что мы, наверное, никогда не признаем какого-то руководства над собой. Потому что у нас еще демократия в управлении. Для музыки это далеко не самый лучший стиль управления, потому что нужно, чтобы все вместе договорились, как все будет. И зачастую договариваться бывает тяжело. И поэтому мы довольно медленно делаем аранжировки. Но когда аранжировки доходят до слушателя, то это является чем-то уникальным и самобытным. И тем, что все четыре участника ансамбля считают своим. Интересным фактом является то, что квинтет четырех – это ансамбль импровизаторов. То есть мы все в той или иной степени владеем импровизацией на русских народных инструментах, таких как балалайка, баян, домрабас. Это, наверное, то, что нас очличает. А Георгий Нефедов, который у нас является балалайшником и солистом, он вообще считает, у него кредо вывести балалайку на мировую джазовую сцену. Это его задача, она его жизнь. И у него это получается, потому что он уже сейчас играет с самыми видными и джазменами, и играет в разных группах. И он гастролирует по России не только с квинтетом четырех, но и с пролетарским танго, раги-ганги, трио Георгия Нефедова и так далее. То есть человек, который посвятил себя музыке. И если, ну я думаю, что ульяновские слушатели время от времени его видят у себя в афишах, если будет возможность прийти, то не пропустите Георгий Нефедов, балалайка прима, стихи. Интересно. Это действительно самовыдный музыкант. Запомним. В 2013 году вы возглавили молодежный оркестр национальных инструментов «Терема». Вот оркестр сотрудничал с известными коллективами и в России, и за рубежом, как я знаю. Вот сейчас чем живет оркестр, чем занимается? Вот немножко расскажите, когда приедете в Ленск? Мы приедем в Ульяновск, когда нас пригласят с большим удовольствием. На самом деле оркестр сейчас на очень большом подъеме. У меня ощущение, что так хорошо он никогда не звучал, потому что этот оркестр, которому уже 10 лет. И мы сейчас играем свой 10-й юбилейный концертный сезон. Буквально сейчас я приехал в Ульяновск из гастролей, которые были организованы совместно с Росконцертом. Четыре концерта – Тула, Староскол, Белгород, Воронеж. Оркестр был на очень высоком уровне. «Терема» вообще. Да, «Терема». Я считаю, что музыкант должен быть в первую очередь человеком на сцене. Я против того, чтобы ставить музыкантов в рамки. Конечно же, есть рамки здравого смысла, и их пока что никто не пересекал из музыкантов, с которыми я работаю. Но это люди, у которых горят глаза. И это настолько очевидно, что через несколько номеров у публики начинают гореть глаза. Эта энергетика передается очень… Это очень заразительная вещь. Я стремлюсь, чтобы репертуар был какой-то такой необычный, чтобы ребята чувствовали себя свободными. У меня, например, были даже несколько человек на замене. Они приходят, профессиональные музыканты, которые легко читают свиста, и они восторгаются тем, что насколько живая атмосфера в оркестре. Потому что, по сути, это сообщество единомышленников. Это люди, которые все друг другу друзья. Мне даже зачастую не приходится устраивать какие-то групповые репетиции, потому что ребята сами. «Ой, у нас не получается, мы сейчас давайте решим, как мы здесь играем, сюда или туда. Какие штрихи, какая динамика». Моя задача как руководителя – нарисовать образ, то, что мы должны воплотить. И, на мой взгляд, образ, он просто диктует дальше все. Какая динамика, какие штрихи, с каким отношением это должно быть сыграно. И ребята очень ярко откликаются на это. Я думаю, что это действительно самобытный коллектив. Другое дело, что у меня, например, такой небольшой страх. Вот мы собираемся, наконец, стать государственным коллективом с января под крышей Петербург-концертов. И не уйдет ли вот эта вот жизнь и эта энергия – для меня большой вопрос. И для меня вызов, чтобы она не ушла. Чтобы, продолжая быть государственным оркестром, с планом, с концертами, с гастрольным графиком и всеми вещами, чтобы осталась жизнь. Вот для меня это вот вызов следующего года. – Интересно. А вот другой еще проект «Все они» – он как-то перекликается с работой вашего оркестра «Терема»? – Безусловно. Дело в том, что и оркестра «Терема», и конкурс «Теремкроссовера», о котором я говорил, и вот этот новый и большой проект, который называется «Все они» – это все детище нашего продюсера Инги Кутянской. Это человек, который фонтанирует идеями безостановочно, и, не знаю, какая-то часть этих, небольшая доля попадает в десятку, и они вырастают во что-то действительно настоящее. Вот «Все они» – это Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов. Это огромный состав. Я думаю, что у нас будет третья сессия в ноябре. Это будет 80 человек. То есть это малые домры – 9 пультов, альтовые домры – 6. То есть это действительно большой организм, в котором находится место не только тем инструментам, к которым мы привыкли – домры, балалайки, гусли, баяны, деревянные духовые. Там есть такие вещи, как, например, курай башкирский внутри оркестра, кылкубызы башкирские, там осетинская гармоника, кантели из Карелии, цимбалы из Белоруссии. То есть вот, может быть, еще будет инструмент из Абхазии, такой струнный, у которого очень смешное название, которое я не смогу выковырить. Такая скрипочка со смычком, народная. И мы это все стараемся, ну, каждая новая сессия учебная, стараемся что-нибудь новое привнести. Почему я говорю про сессию? Потому что это не постоянно действующий оркестр. Мы объявляем набор в оркестр, делаем конкурс, слушаем ребят, отслушиваем, выбираем самых лучших. Они приезжают к нам в Петербург. Мы работаем, например, где-то неделю примерно, каждый день. Там очень плотный репетиционный график. После этого мы показываем программу на большой сцене. В этом году у нас будет два больших концерта. Это 4 ноября концертный зал Чайковского в Москве. И 9 ноября большой зал филармонии имени Шостаковича в Петербурге. То есть самые большие сцены страны принимает у себя этот оркестр. И мы показываем, каждый раз показываем какую-нибудь новую программу. И мы вот, мы еще работали в рамках форума Таврида этим летом. Ребята приехали в Крым, там на площадке фестиваля Таврида Арт. Провели неделю совершенно незабываемую. Так что это такой фестивальный проект, который собирается, показывает. То есть ульяновские музыканты тоже могут заявиться и приехать? У нас абсолютно открытая подача заявок. Мы, конечно, в приоритет ставим тех ребят, которые у нас уже были, которых мы уже знаем. Поэтому с каждым новым подходом будет все сложнее попасть. Потому что сплачивается тело коллектива. Мы несколько лет будем работать в этом составе. Но, конечно, всегда мы все равно объявляем подачу заявок. Вот в этом году это было с 15 августа по 15 сентября. И, в принципе, самые сильные ребята действительно попали в этот состав. И мы увидимся с ними в конце октября в Санкт-Петербурге. Спасибо большое. Огромных вам успехов. Исполнения всех желаний и мечт. До свидания. До новых встреч. Спасибо вам большое за разговор. Мы надеемся увидеть еще раз у нас в Ульямске уже со своим коллективом. С удовольствием к вам приедем, потому что я предчувствую, что концерт будет очень интересным. И будет горячий прием от публики в Ульяновске. Спасибо вам большое. Было бы объединить вообще два оркестра совместно. Это тоже возможно. Конечно. Все. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо вам за разговор. Спасибо.